Праздник каждый день устраивать не так-то уж и легко. Иногда нам лень мыть посуду, а иногда этой посуды просто нет, а иногда и стола нет, например, новоселья. Зато у меня на кухне всегда есть Женя Сельдерей, который помогает решить самые, казалось бы, неразрешимые ситуации. Ну вот, например, сегодня я вот решила полениться и не мыть больше посуду после съемок, а делать все прямо здесь и сейчас, чтобы посуду можно было выбросить. Женя, что ты придумал? Я смею заметить, это был красивый и замечательный понт. Посуду-то и нет. Женя всю посуду привез с собой. А Женя сегодня будет вас скормить салатиком из стаканчика, сыром с палочкой и десертом с ложечки. А я в свою очередь обещаю вам приготовить что-то такое, что позволит принять огромное количество гостей и совершенно не испачкать квартиру. Давайте уже начнем. Пойдем. Пойдем. Я предлагаю что сделать? Давай уж, раз мы такие смелые, мы, например, уберем стол, оставим только твои ложечки, вилочки и палочки и приступим к танцам с поеданием вилочек и ложечек. Пойдем. С поеданием. Итак, для сегодняшнего нашего блюда, что мы сегодня будем готовить? Я расскажу вкратце. Сегодня мы приготовим салат Нисуаса. Это очень известный салат, его придумали в Ницце. Мы будем готовить его с тунцом. Это тот самый салат, который мы разместим в стаканчиках? Да. Я пока не буду показывать в каком. А его так можно делать всегда или можно в обычной салатной миске тоже подавать? Его можно подавать и в салатной миске тоже. Но в сегодняшней нашей ситуации каждый получит себе по бокалу с салатом, по ложечке с десертом и по шпажке с сыром. То есть все прокалькулировано, посчитано, ничего лишнего. При этом можно не садиться за стол и, что самое главное, можно не мыть посуду, потому что это все одноразовое и может выбрасываться. Правильно я понимаю? Естественно. Это будет китайская ложка. Ах, вот эта штука называется китайская ложка? Я думала, это какой-то микросоусник. Нет, это китайская или японская ложка, это японская стилистика. И бокал. Бокал. Это тот самый стаканчик? Тот самый стаканчик для нашего салата. Я поставлю его здесь. Ну и наши прекрасные палочки, если ты поможешь найти, они стоят, наверное, на барной стойке. Итак, мы сейчас включим сплиту, нам будет понадобиться сразу несколько конфорок. Подожди, вот эти палочки, на которых у нас будет находиться бутерброд? На которых у нас будет находиться... Не бутерброд, там будет находиться сыр фета. Это будет салат на палочке? Ну, в принципе, да. Второй салат. Ты уже додумала до конца. Мы сделаем салат тоже на палочке. Мы сделаем версию греческого салата и разместим все это дело на вот этой палочке. А основой, основанием будет как раз кубик феты. Слушай, а что это за сковородка совершенно неожиданная? Это прекрасная сковородка. Я хотел бы просить тебя или нет. Не буду тебя просить. Или буду? Не знаю. Может быть, я просто станцевать уже для тебя? Давай. Ну? Я шучу. Ну вот, давай, помоги мне. Берем помидорчики тогда. Давай возьмем. Что, у нас еще? Давай все нести. Так, ставим кастрюлю. Наливай воды сюда. Пол кувшина. Хочу показать вам очень интересную штуку. Вы видите, это вытянутые томаты. Это томаты, итальянские томаты, сорта Сан Марцана. Мы их будем использовать в салате Несуас. А почему именно такие? Они сладкие. А черри не годятся? Черри годятся тоже. Если вы хотите положить черри, положите черри. Давай соберем, например, на этой доске мы соберем то, что мы будем делать для греческой спашки для нашей. То есть это будут огурцы. Один помидорчик. У тебя одного будет достаточно огурца. И фета. Салат Несуас. Я помогу тебе все это сделать. Я закрываю воду крышкой, чтобы все это быстрее закипело. А здесь я у себя буду собирать себе набор под салат Несуас. Это листья салата. Это Сан Марцана. Огурчик мне будет не нужен. Отдам все-таки тебе. Подожди, значит, салат Несуас – это листья, сборные листья разных салатов, правильно, разных трав, которые ты купил уже готовые в пакете. Слушай, да, молодец, что ты обратила мое внимание, кстати, на это. Я взял микс салатный, это называется микс, да, мы называем это микс, перемешанные листья разного салата. Я купил их в пачке, уже готовые в магазине. В общем, уже меньше париться. Не надо париться. Это же вечеринка, чтобы как можно меньше делать. Да, не надо париться. Взяли пачку салата, тут понятно, что здесь порядка шести порций. Все, это уже готово. Нам не надо на это отвлекаться. Естественно... Из чего будет еще состоять салат Несуас? Перепелиные яйца. Перепелиные яйца. Сырые? Нет, мы его обязательно сварим. Так, тунец. Тунец консервированный или сырой? Свежий. Свежий. Ух ты. И свежая фасоль. Это свежая. Стручковая. Да, это свежая стручковая. Ее, бывает, называют кенийской фасолью. Мы сейчас ее разместим на доске. То есть у нас получается пять ингредиентов. Салат, помидоры, фасоль. Я, понимаешь, пойми, правда, я повар. Я в уме считать не умею. Вот я вот сейчас все разложу, и тогда смогу раз, два. Хорошо, я пошла за тунцом, а то у нас пока складывается какая-то сумяшница. Только помни, что тунца ловить надо на блесну. А пока, видите, я аккуратно ножом подравниваю их, потому что они разные по длине. Все, она у меня готова. Итак, мы эту фасоль ошпарим в воде, или бланшируем, или просто будем варить ее 30 секунд. Неважно. Главное, ее на несколько секунд опустить в хиток, чтобы немножко ее приготовить. Знаешь, я блестящая женщина. Блеснула, и сразу уже готовый брикет, я бы сказала, тунца, уже почищенный, готовый к употреблению. Это замечательно, девушка разделывает многотонную рыбу за 30 секунд, это гениально. Это тунец. Мой телефон, смотрите, внизу, я не замужем. И присылайте смс, да, на номер. А ты меня не рекламируй, у меня все с этим в порядке, расскажи, что сделаем с тунцом. Ну как ты думаешь, что надо сделать там с тунцом? Это просто филе свежего тунца, ничем никак не обработано. Никак не обработано. Ну мы, наверное, должны его как-то или поджарить, вот на этой дивоскопадке. Добавим немножко соли. А это мы его как бы маринуем в соли, или просто добавляем и тут же что-то делаем? Нет, мы добавляем соли для того, чтобы просто этот продукт получил соли к себе, да, и был для нас более вкусен, более приятен, да. И немножко перца. То есть мы его не маринуем, никуда его на полчаса в холодильник не ставим, как обычно? Нет, нет, не надо. Я сразу скажу, что не надо вот, да не то, что не надо, я не скажу, что к этой рыбе нужен белый перец, потому что тунца называют морской телятиной. Следовательно, если это морская телятина, мы можем приправить хорошим дробленым черным перцем, как стейк. Если бы меня назвали коровой, пусть и морской, я бы, конечно, оскорбилась. Тунец это прекрасная, вкусная рыба, причем его готовить умею даже я, это очень просто. Давай я его порежу. Я просто так люблю тунца, что я хочу что-нибудь сделать. Давай я немножко масла добавлю. А вот так вот сразу надо добавлять масло? Я думала... Нет, на самом деле нет, да, мы добавляем масло именно к тунцу. Немножко его... Чувствую, мне придется освободиться от своего цветочка, но только на время. Да уж. Я сегодня хотела... Ах, вот. И все, на гриль. Сколько по времени его обжарить? Мы будем делать его сырым внутри, поэтому мы его обжарим примерно по минуте с каждой стороны. Вода, кстати, закипела. Я отправляю туда фасоль. Ох, какие красивые! Вот смотрите, как эффектно. Не надо, не надо вот это делать! Все, не делай ничего, извини. Мне кажется, что у нас теперь будет клетчатый тунец, это добавит некую пикантность. А мы его потом будем резать, или он так и останется шрамированный этой сковородкой? Господи, тунец у нас будет в ромбик. Ага, прекрасно. Принеси сюда вот полграфина воды и выливать как раз... Вот выливай сюда, прямо на фасоль, залей эту фасоль этой водой. А зачем? Вот, это очень важно. Влей, лей, лей, ты мне не мешаешь. Это очень важно, потому что сейчас Наташа спасает этот зеленый цвет, потому что мы эту фасоль немножко... Все, хватит. Гринпис, вы слышали? Да. Я спасла только что зеленый цвет фасоли. Сейчас я спасу еще тунец. Не-не-не-не-не. Ну это, слушай, он уже совсем, он уже не сырой. Ну, тем не менее, тунцу еще нужно время. Подбираем клеточку, вот так вот, отлично. Все, возвращаем на место. Все спокойно, опускаем их в кипящую воду. Слушай, а что делать для того, чтобы яйца не трескались? Потому что я знаю, что в горячей воде яйца имеют тенденцию... Их просто нужно нежно опускать, чтобы они не трескались. Посмотрите, какой он получился. Я бы так и оставила, я бы уже ничего не делала. Положим бы его, ну, нужна просто, мне нужна плоская тарелка. И съел бы этот стейк одна, без гостей. Вот, ну, так что мы положим в латку, в обычную латку, прекрасную латку. Так, давай. Значит, тунец мы поджарили, теперь надо его остудить для того, чтобы добавить его холодным в салат. Правильно я понимаю? Да, все совершенно верно. И, кстати, обращу ваше внимание, если вы дома обладаете хорошей чугунной рисункой сковородкой, ее нужно просто сполоснуть холодной водой и протереть губкой, может быть, да, какой-нибудь тряпочкой. А если какие-то там остатки пищи остались, их нужно удалить. Я где-то тут вообще-то колец нарезал из томидоров, из томатов, из томидоров. Значит, так, подожди. Мы заготовили тунец, который отправили в холодильник для того, чтобы он остывал. Это наша основная заготовка для салата. Потом мы отварили фасоль, которую сохранили, зеленый цвет с помощью ледяной воды. Ее тоже мы отправили в холодильник остывать. Теперь мы варим перепелиные яйца, которые тоже являются составной частью нашего салата. А я Женя и огурчик порезал. Женя порезал еще огурчик и помидорчик. Очевидно, для нашего следующего блюда греческого салата на шпажке. Это будут такие крупные куски на две палочки. Помидоры и огурцы. Помидоры, огурцы и немножко фиеты. И все. Если только что ты делаешь. Я режу фету. Ты режешь фету. Ты до этого нарезал. Давай, держи черную тарелку рядом со мной. Так. Итак, я режу феты на кубики. Эти кубики мы сразу разложим по тарелке. Вот так вот вдвойне? Парами? Я понимаю, что ты хочешь все парами положить всегда, но... Здесь у тебя по два кубика или нет? Или такие гигантские одни кубики? Кубики-одиночки на черной тарелке. Мне кажется, ты очень друг другу. Обожаю людей, которым правда не терпится, понимаете, как бы. Что тебе не терпится? Давай, продолжай. Я не понимаю, чем все дело закончится, поэтому волнуюсь. А, ну... Мужчины тоже волнуются, когда они не знают, чем дело закончится. Оп. Оп. Оп, оп. А я знаю, что дальше. Дальше вот так. Я не знаю, правильно ли я делаю, но я поняла, что я не могу больше ждать. Это же должно быть быстро и просто. Я тоже сейчас быстро. Хорошо. Вот так вот неожиданно повар вас покидает, и вы остаетесь наедине с вашими огурчиками и помидорчиками. Итак, пока Женя гулял, я уже все сделала. Пока Женя гулял, ты вообще-то в оливковой рощи, между прочим. А зачем нам? Ах, нам нужны еще оливки. Так. Оливковая роща – это очень интересное место. А слушай, кстати, сколько по времени варятся яйца? Я думаю, что буквально, если у тебя сейчас есть время, то ты можешь уже... Не надо. Стоп, стоп, стоп. Куда, 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 куда? Никогда не тырьте ничего у повара. Вот. Смотрите, как удалить косточки из маслины, если у вас они с косточкой? Опять же, нам поможет нож. Ее нужно просто аккуратно раздавить. У нас здесь образовалось четыре яйца. Одно из которых все-таки треснуло, несмотря на всю твою нежность. Да. Так вот... Один из четырех – это, между прочим, хорошо. То есть ты рассчитывал, что треснули все четыре? Их надо почистить или мы будем их в скорлупе подавать? Залей их водой. Залей их водой, пожалуйста. Скорлупу будем подавать отдельно. Я так понимаю, что проще их поставить в холодильник? Естественно. Всегда проще поставить в холодильник. Все быстро остывает. Правда, холодильник портится от горячего. Итак, я вынула уже охлажденную фасоль, охлажденный тунец. Смотри, как у Жени все хорошо прокалывается. Знаешь, почему? Ну, потому что Женя искушенный сердцеед. Откуда ты все знаешь, не понимаешь? Я давно с тобой знакома, Евгений. Так что? Это, значит, наши те самые бутерброды. Так вот, собственно говоря, это греческий салат на палочке. Прикольно по мне. Ну, во всяком случае, мне не надо будет мыть посуду. Только одну черную тарелку точно. Уже я понимаю, что две. Значит, Женя, у нас ты уже почти приготовил все бутерброды, известный любовник Лавеласа. И у тебя готовы все ингредиенты для салата. Перепелиные яйца, которые сварились и стоят в холодильнике. Всегда готовы. Не забудь их вытащить. Всегда готовы. Охлажденная фасоль, охлажденный тунец, который мы буквально пару минут поджарили на гриле с двух сторон. Все. И листья салата ты купил готовые. Не сильно утруждая себя. Извини, пожалуйста. Что? Можно? Или попозже, гады, сделать? Попозже. Хорошо. Так я могу оставить тебя наедине с твоим салатом и забрать у тебя эти прекрасные бутерброды? И ты еще обещал, если ты помнишь, сделать десерты на ложечках. А про это еще не сказано ни слова. Но я скоро к тебе вернусь. С проверкой. Какая ты. Итак. Это обычный 9-процентный творог. Я думаю, что мы возьмем не весь, мы возьмем половину. Все это дело посыпем сахаром. И немножко добавлю меда из расчета того, что это просто жидкость. Немножко, чтобы это все это связало. И получится такой, в принципе, творожный крем. Я сейчас, кстати, вам покажу два варианта подачи, потому что сегодня мы сделаем в ложке, потому что это очень-очень удобно. Гостей к нам сегодня придет много, и они тут могут натоптать. Чтобы не мыть не только посуду, но и полы, и как-то повеселить наших друзей, я решила, что мы можем изготовить вот такие вот смешные одноразовые тапочки. Для этого нам понадобится картон, газета, ножницы и степлер. В общем, все, что есть под рукой, как обычно. Мы на глазок примерно, не соблюдая размерной сетки, вырезаем, сложив картон пополам, чтобы резать было меньше, вырезаем примерную ступню. Можно сделать чуть больше, чуть меньше, чтобы был разный размер для мальчиков, для девочек. И у нас получаются две прекрасные вот такие вот ступни. Это, собственно, основа наших тапок. Это нам уже не надо. Мы берем газету, складываем, ну, она, собственно, сейчас уже у нас сложена, несколько слоев, и нарезаем вот такими вот ленточками. Прикладываем к нашей основе и прибабахиваем степлером. Все очень-очень просто и быстро. С двух сторон, так, чтобы это крепилось. Ну, естественно, рассчитывая на то, что сюда должна влезть ступня в носке. Ну, еще бы предложила сделать какое-то отличие, и, например, для девочек украсить эти тапки бантиками. Мне кажется, будет очень-очень симпатично. Тоже используем для этого степлер. Мне кажется, вот так вот просто и быстро можно наделать огромное количество тапок, и после этого гости заберут их с собой домой в качестве памятного сувенира. А может быть, просто в них сфотографируются. И снова здравствуйте. Да. Пока вы тут скользите по нашей кухне в своих чудо-тапках, мы тут уже творожный крем сделали вообще-то. Ага. А как это было? Расскажи мне. Это было просто великолепно. Что ты использовал? Давай без хвастовства. Использовал я творог и сахар. Творог, сахар и что-то просто смешал? Немножко меду. Немножко меду смешал, и получилось вот такой вот консистенции масса. Да. Слушай, а я попробую. Я поняла, что с тобой сегодня говорить на серьезные темы совершенно невозможно. Придется все пробовать и доверять себе. Хрустит. Сейчас посмотрим. Это очень вкусно. Это может быть десертом и даже без инжира. Это курага. А чем отличается инжир от кураги? Тем, что инжир делается из инжира, а курага делается из абрикоса. Гениальный ответ. Всего лишь и, в принципе, ничем больше не различается. Кстати, где тунец? Давай я что-нибудь с ним сделаю. Порежу его, например. Нам же надо его порезать. А можно мне какой-то порядочный нож? Не вот этот большой. Это увлекательная, видимо, история насаживания. Так подожди, у нас же на ложечке был десерт. Нет. Сейчас я показываю вариант подачи. А ты еще такой вариативный? А если у кого-то нет ложечки, например? Если у кого-то нет ложечки, это можно сделать вот так. Обалдеть. А вниз салат? А вниз салат, да-да-да. Чтобы сразу все одно. Это условно, да. То есть мы это можем сделать, например, вот так, да? На другой, например, емкости. Главное, чтобы это не упало. А внизу может быть, например, какое-то желе, например, да? Или что-то такое. Обалдеть. Почему бы и нет? У меня уже текут слюньки. Давай скорее, как мне резать? Либо можем это снять и просто кушать, как одно канапе, просто чтобы это аккуратно лежало, например, вот что-то вот типа того, например. Да, вот так вот аккуратно лежало. Да, бывает с утра я встаю и раскладываю по квартире канапе, а потом мы ходим их и едим совместно. Так что же делать-то с тунцом? Как его резать? Тунца надо просто порезать. Нужно взять нож нормальный. Сначала надо понять, как у любого белкового продукта, тут есть волокна. Надо понять, куда они направлены, чтобы было удобнее резать. Вот, я смотрю с краю. Значит, можно резать как раз так, как все дело и лежит. И аккуратно делаем вот такие просто кусочки, пластики, прямоугольнички. Женя, подожди. Держи, пожалуйста. Мы уже приготовили с тобой бутерброды. Ну, буквально я их готовила, а ты мне помогал. Потом приготовили десерт, который состоит из творожной массы и кураги. Почему мы делаем вот это в последний момент? Потому что мы будем выкладывать тунца на салатные листья. А это важно понимать, что любой тяжелый продукт, легкие салатные листья, воздушные, сомнет. Поэтому сначала мы сделали греческий салат на шпажке. Или сыр на шпажке, как мы это назвали. Мы даже его не заправляли еще. Еще это все впереди. Сейчас мы сделаем, подготовим тунца, разложим салатную смесь. И только в конце, естественно, что и будет логично, я начну уже заниматься десертом. Достаточно или оно еще как-то попередно? Нет, все отлично, так и надо. Я не могу понять, а где мы только и наши 4 яйца, которые мы с тобой сварили? В холодильнике. А, точно. Будь добра, принеси, пожалуйста. Мне кажется, в холодильник могу ходить только я. Ты боишься холодильника? Ну, просто он... Он открывается без скрипа. Ну, он просто у нее розовый. Поэтому мы тут даже его не можем просто... Мы его прячем, да. У меня розовый холодильник, это правда. Мы не можем даже просто вам показать его, потому что он правда розовый. Я должна, видимо, очистить яйца. Да, очистить яйца. А я возьму фасоль. Вот она. Я просто здесь ее оставлю и не буду с ней пока ничего делать. А это я верну на свое место. Слушай, а, кстати, вот про яйца. Ведь еще же есть какая-то интересная штука, что их надо там окатить холодной водой, чтобы скорлупа легче отходила. Я буду складывать их на твою ложечку. Ну, я не знаю, что там надо окатить. Да? Да. Ну, я же... А ты же мне сам сказал, что их окатить реально. Ну, в общем-то, смотрите. Значит, дальнейшие мои действия такие. Прекрасные стаканы, салатная смесь. Салатная смесь, которую вы купите уже готова в пачке, она 100% уже будет помытая. Но все равно в этом нужно убедиться. Это обычно пишут всегда на упаковке. Готовка получается несколько сумбурная, но зато у нас все будет очень удобно в конце, потому что у нас будет элегантный легкий салат в стаканчиках, съев который человек, в общем, разыграет свой аппетит и сможет закусить вот этими вот дивными бутербродами на шпажке. Смотри, ты же у меня любишь резать, правильно? И хорошо это делаешь. Поэтому мы сейчас берем и возвращаемся опять к кураге. Все, мы сейчас начнем заниматься уже десертом. А я как раз сейчас перед вами буду собирать салат. Подожди, мы салат не доделали. Так, а зачем делай десерт? Ты как обычный мужчина бросаешь все на полпути. Почему бросаю? Я хочу доделать и тебе дать задание. Хорошо, давай. Как обычный мужчина, чтобы меньше работать. Так. Что мне надо сделать с курагой? Познём ложку. Я предлагаю даже сделать из меня тартары. Я передумал. Я опять передумал. Я какой-то ветреный сегодня совсем. Невозможно. Давайте такое аккуратнее, аккуратно. Ты помнишь нашу главную суть нашей вечеринки? Придут люди, которые должны есть какие-то маленькие вкусности. Честно, что главное, что я помню, что ты, Наташа, и помню рецепт Нисуаза сегодня. И рецепт взбитого крема воздушного. Хорошо, давай сейчас что ты делаешь? Сейчас ты накладываешь сюда творог. Хорошо. А я иду заниматься салатом. То есть творог, который ты подготовил, уже вот эта творожная масса, которая сделана из мёда, сахара и творога, правильно я понимаю? Да, всё верно. Ты, я просто как-то элегантным образом... Ты элегантным образом просто накладываешь эту ложечку. Слушай, а я можно две тогда положу сюда? Да, положи две, конечно. Мне кажется, более симпатично. В общем, тут можно фантазировать и делать по-разному. Я правильно поняла? Какие-то вещи можно всё-таки уже отдать на рассмотрение дизайнеру. Например, как правильно втыкать курагу в творог. Слушай, а я ещё использую здесь тогда шпажку. У меня такой, знаете, творческий полёт произошёл. Твёртвёрческий прорыв, я бы сказал. Да, вот можно же сделать вот такой цветочек. Итак, фасоль. Сократив шпажку, мы сделали вот такой элегантный цветочек, который, мне кажется, очень украсит эту ложечку. А я выкладываю пока по половинке перепелинового яйца в каждый стаканчик. Оп. А теперь дело за главным, дело за тунцом. Но. Вы знаете, я поняла, что женщину может вдохновлять цветы. Вот посмотрите на это кольцо и посмотрите на тот шедевр, который я сотворила в этой ложечке. Так как мне на кухне не очень доверяют, мне уже выдали готовую творожную массу, готовую курагу, и я должна только слепить цветочки. Вот тут можно подключить свою фантазию и делать их самым разнообразным способом. А Женя все продолжает еще делать салат несуаз, который состоит из тунца, фасоли, перепеленные яйца, свежие листья салата, очевидно, какие-то специи и соус. В общем-то, я как-то говорил, два к одному. Так. Поэтому две части оливкового масла к одной части бальзамического уксуса для сегодняшнего нашего салата. Это прямо в торжественной тишине происходит. Потому что это оливковое масло. А ты продолжаешь это все делать в этом шикарном шейкере, который... Это шикарный простой контейнер, который только герметичный. Он создан для сухих продуктов, видимо, может быть, для чая или, там, не знаю, кофейных зерен. А в нем мы сегодня взобьем заправку, да, ты совершенно права. То есть ты его будешь использовать как барменный шейкер? Да, я его использую как шейкер для салатной заправки. Ага, а что ты туда налил? Бальзамический уксус? Бальзамический уксус? Оливковое масло? Оливковое масло. Немножко соли? Как в рецептах пишут? Соль, перец по вкусу? Соль, перец по вкусу, да. Итак, я поправляю просто кольцо силиконовое, чтобы оно, так сказать, сработало. И аккуратно ее закрываю. А ты можешь сделать вот там вот у меня в белую полоску платья, твою белую футболку мне не так жалко, как платье. Спасибо. Тогда, если вы это делаете рядом с девушкой, и чтобы она не беспокоилась, вы тогда можете поступить как настоящий мужчина и убрать свой шейкер для заправки в полотенце просто. Это будет очень, кстати, по-бармански, между прочим. Поэтому мы сейчас вот так вот и сделаем. Он точно не откроется. Нет, ты меня все-таки покапывает немножко. Вот чувствовала мое платье в белую полосочку, что опасность рядом. Платье чувствовала заправку салатную. А роза почернела. Кто? Роза, ты видишь, почернела. Конечно. Слушай, мне осталось всего две ложечки, я готова, а твой салат еще не подоспел. Плюх. Итак, я аккуратно все это дело сейчас прикрою и сейчас заправим салатик. Сначала заправим, а потом положим тунца, потому что в этой заправке, именно в моей заправке, которую сейчас я сделал, в нем находится черный бальзамический уксус. И для этого будет очень удобно сначала заправить салат, чтобы этот черный цвет не добавлять на красного тунца. добавляем по небольшому количеству заправки. Примерно это столовая ложка. Слушай, а то, что вот яйца стали такими совсем перепелинами даже в вареном виде, это ничего? Яйца стали перепелинами в вареном виде. Ну, по расцветке. Это ничего совершенно, когда яйца становятся перепелинами. Слушай, ну я прямо вижу, что тунец сырой. Если кто-то боится, ну я вот, например, честно говоря, не очень доверяю такой рыбе, можно его сварить до конца или что делать? Ну, конечно, стейки из тунца, из свежего, едят только очень-очень злые люди, наверное, полностью готовые. Но, в принципе, если вы по-настоящему боитесь, и вам вправду тяжело по каким-то личным причинам есть сырую рыбу, ну, сварите его до конца. В принципе, это будет такое же, то нет. Ну, только он, наверное, будет чуть-чуть менее вкусный, чем вот в таком виде. Итак, пойдем... Я готов уже сервировать стол. Да, так нам нет совершенно надобности сервировать, нам надо убрать стол. Уноси, уноси, давай его несём. Уноси, говоришь, Женя. Вот, понимаете, заведёшь мужчину на кухне, а он тебя заставляет столы таскать. Значит, пожалуйста. Стол мы убираем. Аккуратненько. Стул тоже у нас лишнее. Да, нет, мы стул поставим вот сюда, чтобы здесь человек мог сесть, почему нет? Здесь он не будет мешать никуда, никому проходу. Тот, кто сюда сядет, он слупит все наши бутербродики. Вот это, значит, мы всё убираем. Надо, чтобы было больше сидячих мест, люди же захотят сидеть. Поставим стул сюда, например. А вот здесь сделаем небольшую фуршетную станцию. Так, давай, Куров, а я заправлю нашу греческую спашку. Это оливковое масло и бальзамический уксус. Слушай, ну у нас практически всё готово, мы успели. Остался только вопрос с напитками. Что мы будем пить сегодня? Прямо на тарелке. Ну, я не знаю, вообще, ну, что принесут, то и будем пить. Мы своё дело сделали, и, по-моему, получилось очень даже красиво. А главное, что сегодня, так как я просила не мыть посуду, то эти стеклянные стаканчики моешь ты. Ну, я согласен. Их всего шесть. Ну, всё высокохудожественно ты расставил. Я, на самом деле, горжусь нами, потому что у нас получилось целых три блюда. Комбинация бутербродов может быть любая. Салат, в принципе, я думаю, что тоже можно фантазировать. Варить то нет или не варить то нет. Тут, знаете, и Гамлет призадумается. И очаровательные десерты, которые, в общем-то, не нарушат ничью диету, выглядят миниатюрно и очень удобно в поедании. Пожалуй, с них-то я и начну. Самое долгое – это просто подготовка к сборке уже, к этой сборке, которую мы делали. И всё. Сделать на 20 больше – это займёт больше на 10 минут, а не на полчаса, как кажется. Ну, вы знаете, важно ещё иметь хорошую компанию. Если делать это вдвоём, то это весьма-весьма увлекательно. Ничуть не менее увлекательно, чем поедание. Очень вкусно.